Кто такой интегратор и чем интегратор отличается от автора? Мы сейчас столкнулись с тем, что для развития нашего онлайн-проекта, для развития нашей школы нам нужны и авторы, и интеграторы. И это вот такая история, она очень такая нужная-нужная. И каждому из вас она пригодится. Для чего? Я вам сейчас объясню, это я послушал, есть такой замечательный автор, учитель, наставник мой, я его очень уважаю, это Михаил Саидов, у него есть там арена, он прокачивает именно таких как я, не удивляйтесь, я тоже учусь, я тоже читаю, много смотрю, и вот он дал градацию, я у него это слышал, может у кого-то еще, но у него она более яркая, то есть есть интегратор и есть автор, ну чтобы вам было проще, ну это вы автор канала, а есть интегратор. Почему? Давайте пока не будем писать его. Я вам сейчас все покажу и расскажу. У нас в школе где-то на, вернее на курсе есть где-то на шагу, там четвертый шаг примерно, четвертый пятый, там делегирование. Почему? Потому что уже на начале большого пути вы поймете, поймете одну простую вещь, что вы не всемогущий, там не Брюс всемогущий, вы не сможете там делать, там и вам нужны будут, к примеру, дизайнеры для того, чтобы рисовать обложки для ваших видео. Вам нужен будет менеджер YouTube канала, который будет размещать ваше видео, писать теги, там название, комментарии следить, там да, чтоб там не было матов. Когда вы начинаете творить, потому что автор – это креатор. По-английски креатор – это автор, да, вот условно, это творец. Вы начинаете творить и вам нужен монтажер, коллеги. Когда я смотрю на этих бедных YouTube наставников, которые бедолаги сидят и сами себе и монтаж, и упаковка, и моушен дизайн, это для меня лакмус того, что это ремесленник, у которого никогда ничего не получится. Потому что вы не сможете масштабироваться, развиваться, но представьте, у нас выходит пять роликов в день на одном канале. В общей сложности двадцать выходит у нас. Всего сейчас, мы посчитали, в день. Вот если бы мы просто могли физически монтировать хотя бы пять, мы бы умерли просто, легли бы, и это был бы такой монтаж на коленке. То есть вам нужен монтажер, который еще, хорошо если, да, еще дружит со звуком, бахи-шмахи, там, голос, чтоб было сведение дорожки. Потому что монтаж, это все-таки не только видеодорожка. Вам необходим уже моушен, моушен это вот открывашки, там, перебивки, это упаковка, да, иногда он будет нужен. Вам еще нужен будет, условно, тот, кто занимается рекламой. То есть на ваш канал нужен человек, который будет привозить людей, да. Если вы хотя бы с каждым из них поговорите по двадцать минут, то вот уже два часа. Банально. Просто поговорить, объяснить им задачу. Но хуже всего, что вы даже не представляете, какую задачу им давать, как их проверять. Вот так готово. А вы не знаете, правильный монтаж, неправильно сделано, не сделано, да. А самое главное, сколько это стоит. Ну, и сколько, сколько по времени это делается. Потому что вы живете в некой парадигме, которая называется, что там делать, двадцать минут. Один стрим большой, вот то, что мы сейчас делаем, нарезает профессиональный монтажер целый день. То есть это восьмичасовой день сидящего профессионала за большой рабочей станцией. Причем у него мощный компьютер, там несколько, там, мониторов. У него есть библиотеки видео, звука, туда-сюда. И он вчерачивает в этом форме. Первая ошибка. Я думал, что это я смогу делать сам. Вторая ошибка глобальная. Я думал, что это есть некий один человек-оркестр, который будет и дизайн делать, и монтаж, и на YouTube размещать, и там motion, там эти всякие штуки. Они есть. Но это уровень будет такого класса. Не супер, а это будет такой колхоз. Что вот ценник будет заоблачным. Вы все время будете опаздывать. Вы все время будете факапить. Потому что у вас еда будет не то. И даже он сам будет верить в то, что он это может делать. У меня такое было. И вот тут вот очень часто ручки допускаются. Потому что мы понимаем, что меня окружают одни без дари. Они не умеют ничего делать. Они никчемные, да? Но помните у нас был целый стрим? Жадность порождает бедность. Это вот про эту тему. Потому что правильно это нанимать отдельного дизайнера, отдельного менеджера, отдельного монтажера. Но вы же не знаете ничего. Что давать? Как проверять? Сколько времени? Сколько денег? И вот тут сюда заходит интегратор. Человек, который интегрирует ваш контент в среду ютуба. Он работает с реклам, привлекает к вашему контенту. То есть вы творите. У вас есть. Вы занимаетесь. Вы делаете правильный интересный контент. Делаете и занимаетесь вот этим вот. А этот человек или группа людей, интеграторов. Это в зависимости от бюджета. Уже знает, что давать, как проверять, сколько времени. А самое главное, у них есть контакты. Контакты, они уже знают, кто на что способен. Потому что, а дай мне того человека, который делает себе монтаж. Чтобы его найти, чтобы вы понимали, я поработал с двадцатью. Я вчера Кате показывал, да? То есть мы сейчас ищем еще одного моушена. И там такой трешак творится. То есть чтобы его найти два месяца. Чтобы найти подмастерье к нашему моушен. Вам кто-то будет давать? Нет. Никто. Потому что это, в принципе, работа интегра... Это их хлеб. И чем они эффективнее решают эти задачи, тем они дороже. Потому что они дают вам творить. Не слушайте никого, кто говорит вам, что вы можете сделать это сами. Понимаете? Ищите. Потому что вы должны понимать, что слово делегирование. Я десять раз приводил. Я не буду повторяться. Посмотрите эти ролики. Да? То есть когда вы пытаетесь заниматься монтажом на уровне профессионала, а вы домохозяйка, которая делает куличи, вы приходите к тому, что ага, через два года понимаете, что оказывается монтаж ролика это не две недели, как делали вы, а два часа. И лучше он по этому там условно там в десять раз. Потому что у вас слабый надвук там, слабое там то, слабое там это там. Вы плохие нарезки делаете. Интегратор это система. Вот смотрите. У меня, допустим, да, большой интегратор это Катя. Потому что она в систему, вот я ролик записал, она его разложит, поставит, обложки, названия, титры, субтитры там, пятое, десятое, шестое, седьмое, и я ее тащу, потому что она меня усиливает как автора, а я ее как интегратора. И мы друг друга усиливаем. Еще есть там люди, понимаете, есть люди за кадром, которые работают, вы же их не видите. Мы это, мы это вершина. Вот мы с Катей это вот, условно. А там еще людей людей. И поэтому у нас получается, да, вот эти ролики там, вот эти стримы даже в субботу. Но тут заинтересованность. Но есть еще такое понятие, как вот я еще там допустим, да, руководитель. Мне надо, чтобы эти вот люди, которые работают здесь, условно, я интегратор для этой команды. Я не хочу, чтобы они смотрели налево. То есть, чтобы решить их вопрос с финансами. В ближайшем обозримом будущем. Почему? Потому что здесь вот условно, если эти люди будут сидеть налево, то у вас команда разбежится. Именно поэтому, когда все решили, типа, ой, в субботу, Александр, я с родителями еду на дачу есть шашлыки. А Кате, значит, не хочется ехать в субботу с родителями на даче, есть шашлыки. Мы такие, ой, это детский лепет, а отдых – это не для нас. Мы не хотим отдыхать, а слово вообще. Что-то нам на отдыхе, да, вот это. А вы такие, ну да, это же святой отдых с родителями, там, да, на даче шашлычки, это же сейчас солнце светит. Катя уже вон в летнем, в одежде, там, да. А мы, там, лошпеки стоим и тут вот растекаем, там, рассказываем, там, показываем, да. Так вот, фишка в чем, интегратор – это тот человек, который, вот представьте, чтоб вам было визуально понятно, что интегратор – это дирижер. Он знает, как кто играет, когда кого включать. И он самое главное, есть такая штука, которую вы потом поймете, как это работает, она называется бизнес-процесс. И именно интегратор интегрирует, встраивает эти бизнес-процессы к вам в канал. Он делает бизнес-процессы, он знает, что, зачем идет, он знает, почему и знает, где проверять. И эти люди, работая с профессионалом, они понимают, что сделать халтуру нельзя, потому что вернут и не заплатят. Вернут, а вам можно, потому что вы не понимаете, что проверять. Вы не можете найти там ошибку. То есть, вот там, где грамотный интегратор сразу найдет. И люди, почему, когда я пишу на кворке задачу, у меня два-три отклика всего. А вы напишите, у вас будет двести. Знаете, почему у меня два-три? Потому что это те смельчаки, которые решили, что они мне сделают задачу. Потому что они видят, что у меня тринадцать лет опыта на фрилансе, и они реально понимают, что там не прокатит, ну, сдать там, типа, вы там лошпек идите, да. Они понимают, что там с них выемут все наизнанку, и вот будет хорошо. И поэтому я для многих людей, для многих компаний был интегратором и менеджером проекта. Понятно. То есть, в вашем случае надо вам всегда, как автору, искать интегратора. А если вы интегратор, то приходите к нам. У нас для вас всегда есть много-много работы. Потому что таких вот людей, их надо растить, их нет в природе готовых. Потому что то, чем мы занимаемся, это новая стезя. Монтаж, звук, дизайн, моушен, да, вот эта вся история. Это очень востребовано. Друзья мои, если вы способны стать интегратором, то опять же, это проявляется. Потому что интегратор, опять же, это тот, кто вкручивает процессы и усиливает ваш контент, усиливает ваш канал. Но с интегратором вы освобождаете, как автор. То есть, вы творите. Вы делаете свой контент-план и вы помогаете людям в чем-то. И они начинают вас смотреть. А вот очень часто вот эту команду, ее не видно. Вам кажется, что там Дудь пришел, снял ролик, потом побежал, сделал монтаж, там да, потом то, потом этот, там в этом формате. Нет, коллеги. Ну, более того, что еще интегратор, он понимает, вообще он, где интернет, сколько стоит, когда он закончится, когда дисковое место, когда там то, где когда. То есть, он понимает вообще все, и он сможет прогнозировать дальше. Например, вот мы сейчас делаем большой курс для школы, для нашей школы, да, курс там видеоблогера. А Катя говорит, давай уже будем параллельно делать еще дополнительные курсы. Компьютерная грамотность, фотошоп, как монтировать там на Камтазию, как монтировать на склинфлоу отдельными курсами. Она интегратор. Если вы не будете платить хорошо интегратору, он идет к другому. Потому что сейчас авторов как грязи, вот реально. Сейчас каждый второй, он там автор. Интегратор. А интеграторов их по пальцам. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...